Ну что, вот мы и вернулись на остров Бирюще. Сейчас еще раз посмотрим пляжи, посмотрим отели. На первый взгляд, знаете, такая вот деревня, где жизнь идет спокойно, течет размеренно. Никто никуда не торопится, мало людей на улицах, на таких вот закоулочках. Такая безмятежная спокойствие. Все вокруг зеленое, деревце, плиточка. Посмотрите, и впереди море. Красивая архитектура. А вот там, там, там уже море, я вижу. Как узнать, что вы находитесь уже на острове Бирюще? Ну вот, просто сравните с Кирилловской, если бы этого косой какой-нибудь, либо с перецепью. Здесь все отдыхающие лежат первым рядом. Второго ряда просто нету. Вот настолько много места, что даже отдыхая первым рядом, есть прям такие пропуски, свободные места на пляже. Ну, по воде, а, наконец-то, видите, уже сбаламутили ее. Но довольно-таки теплая. Какая волна накатывает. Солнце там. Ну что, ребята, мы с вами на острове. Что ты говоришь? Такое, значит, песочное дно здесь. Комфортное песочное дно. Ну, просто супер купаться. Медузок нету, водорослей тоже нету. Хотя в Кирилловке тоже не видно было. Сегодня водоросли, медузок. Ну, а тут уже ракушки. Буквально 3 метра. И потом опять много-много-много песочка. Видите, какой песочный, песчаный пляж. Ну что, мало вам показал. Конечно, на острове Берючево. И уже сразу идем на ужин. Но по ссылке в описании, там целая трансляция на 20 минут, все рассмотрите. Прямо и остров, и пляж, и там сами улочки, некоторые из улочек. Поэтому переходите по ссылке в описании после просмотра этого ролика. И насладитесь островом Берючево. Сейчас мы идем назад на ужин уже. Немного перекусим. Ну что, вот ужин. На ужин у нас пюре, говядина с изюмом. С подливой я даже ни разу не пробовал. Ничего похожего с изюмом. Пицца. Салат. Вроде как оливье. Сыр, масло. И чай. А, еще соленые огурцы. Все это стоит 95 гривен. Причем можно выбирать. Хочешь завтрак, берешь только завтрак. Хочешь обед, берешь только обед. Хочешь ужин, берешь только ужин. Можно что-то исключить. Хотите поспать, не хотите вставать рано. Ну тут относительно рано. Там до полдесятого, наверное. Не хотите вставать, не берете. Идете сразу на обед. Либо там где-то вечером кушаете в самой Кирилловке и ужина не берете. Это все можно спокойно на месте решить. Сразу обсудить, что вы хотите. Очень удобно. Ну, я... Видели мой холодильник, что у меня пусто. У меня нет ничего в холодильнике, я ничего не покупаю. Я нигде в Кирилловке не ем. Вот завтраки, обеды, ужины, что здесь, мне достаточно. Чтобы где-то там за территорией базы не питаться. В принципе, база полностью автономна. Можно просто жить и за территорию даже вообще не выходить. Вот так вот. Даже в столовке страшна была анимация, что явно какой-то такой конкурс, что прямо все дети бежат от счастья. Надо посмотреть, что это за конкурс. Но призы вы видели, я тут уже показывал. Призы действительно хорошие дарят. Если бы Андрей, Денис и Вика тут были, они бы по всех конкурсах участвовали, никакой зарядки бы не проспали. Смотрите. Есть, мама. Мальчик. Это консульмировано. Где твои? Почему там они здесь? Макни им рукой. Макни. Мама, ты видишь своего ребенка? Чего мы ждем дядю Колю? Вот ребенок здесь. Анимация конкретно работает на детей. Я еще нигде не видел такой мощной анимации. Прям все стоят на ушах, все дети, все собрались, все активно участвуют в анимации. И вот ведущие прям молодцы. Умеют поддержать толпу, умеют поддержать активность. Супер, спорно. Это супер, ребята. А вот подарки, смотрите. Ну, не слабенькие такие подарки. Если вы в виде анимацию где-то покруче, напишите, пожалуйста, в комментариях. У меня просто челюсть отвисает от такой мощной анимации. Это для меня тоже впервые. Юля. Юля, вы тоже подарок выиграли? Да. Внимание, получаем еще подарки. Линейка, да? Спередаем. А сейчас, кто будет выше прыгать? Нормальные подарки, да? Кто будет громче кричать? От рассвета, Уже за кадром, мы же, это понятели. Да. Да, есть. Какой человек, срок? От ровного, поехали. А что мы еще затосунули? Да. А что мы еще затосунули? Да. А что мы еще затосунули? Да. А что мы еще затосунули? Слушай, ты надо тоже ставить круг и получить какой-нибудь подарок на халяву. Я прям загорелся получить подарок. Какой у тебя подарок? Линейка, а что это такое? Журнал? Да. Кому еще не дали? Круто. Кому еще не дали? А где Андрей? Сюда скинь. Смотри, сколько костюмов в них, чтобы одеть детей. Ты где-нибудь такую анимацию еще встречала? Да, даже папу одели. Пап, мам, подевали. В Вьетнам ты потом одел на этих... Мусор? Иди, выкинь мусор. Линейка, а почему ты не участвуешь? Ой. Смутил. Смутил. Нет, ну такой детской анимации я нигде не встречал. Я просто в шоке. Это же какое количество персонала, чтобы все это организовывать. Можно детей утром куда-то отдать. В общем, детям развлечения на весь день.